привет давайте создадим текст описание которое будет показываться допустим при попадании на какую-то локацию для этого создадим виджет в который будет у нас все это создавать показывать на экране да пусть это будет текст описание ну я не знаю что-нибудь такое наименование будет давайте кинем сюда canvas panel далее over way какой-нибудь выставим его определенное значение расстояние на него бросим бордер пусть это будет на over way border на всю растянем далее разокрасим его каким-нибудь другим цветом пусть будет ближе к черному с прозрачности также накинем на него текст давайте сделаем чтоб текст у нас был посередине размер я думаю достаточно пока далее мы можем здесь включить чтобы он был посередине вообще расположение и также но также можно включить и автоврап но это надо конечно создавать определенные границы для правильности было бы скажем можем поединги настроить пусть слева у нас будет 20 нажим мало пусть будет 90 вот так достаточно хорошо батон пусть по двадцатке будет стоп то есть мы здесь вот его примерно ограничили если необходимо здесь мы конечно увеличим но это нам достаточно теперь нам нужно открыть оверлей на всякий случай будем скрывать его если что сам текст давайте откроем далее перейдем граф и создадим здесь функция которая будет как раз таки отвечать за изменения давайте это будет у нас пусть гоу текст название здесь мы подадим некоторые переменные выделяем наш основную импут и и подаем значение первое у нас будет текст это переменно у второй будет это вот тип переменной наименование time здесь мы будем подавать текст и время теперь также можно еще создать переменную булин но мы ее не здесь созданием а в основном в значении переменной это у нас булиновская переменная и это у нас давайте из старт какой-нибудь назовем как раз таки мы ее здесь запишем заодно проверив это она или нет то есть она включена или нет естественно через branch что-то я напрямую так мы соединяем на фолз если у нас стоит галочка да мы ничего не выполняем если не стоит мы как раз таки ставим ее чтобы она потом выключить когда нам необходимо далее текстовую переменную мы ее должны перевести в стринг с ней нам будет проще управляться и давайте ее запишем как именно переменную общую не локальную назовем ее текст стринг запишем также мы можем записать лэн если и стринга в ланым вытащить это у нас количество с значений значений в строке по сути количество символов давайте мы ее тоже записываем запишем как переменную наименование count дадим count text и далее здесь мы как раз таки должны запустить наш таймер это у нас будет таймер по функции set timer by function name и здесь мы подаем наше значение времени которое мы тоже подадим и у пинг поставим естественно цикличесный далее что мы можем записать значение нашего таймера переменную давайте этот таймер function будет ну и как раз таки сейчас на название функции напишем пусть она будет у нас называться как нибудь чоп текст пусть будет так копируем наименование функции и создаем такую функцию вставляем значение значение но у меня не не вставилось так проверяем правильность чоп текст чоп текст все правильно написано и теперь мы в общем будем перебирать значение нашей строчки то есть по сути удалять всю строчку кроме первой цифры точнее буквы далее мы вот этим этой функции будем каждый раз увеличивать количество наших символов в общем сейчас вы поймете в чем суть наш каун текст мы делаем секремент то есть мы вычитаем из нашего количества да пусть допустим нашей строчки будет ну не знаю вот какое то слово привет естественно здесь у нас 6 буков то есть мы здесь из наших 6 буков вычитаем по сути значение да количество и будем дальше вычислять смотрите делаем бранч здесь мы будем сравнивать то что у нас это будет меньше нуля если же да то мы заканчиваем значение то есть нашу функцию в данном случае мы выключаем наш и старт то есть мы должны выключить нашу галочку чтобы предыдущая вот эта функция не повторялась то есть если у нас галочка будет выключена естественно мы будем по труете и она у нас не сработает и не забудем делать компайл и поставить галочку здесь а ты точнее наоборот не надо было здесь мы выключаем и получается что будем по сути выключать выполнение так как у нас меньше мы будем записывать наш текст берем наш текст блок который мы поставили на экране да и подаем значение set текст то есть переменную далее у нас выходит мы должны из нашей строчки наш стринговая переменная вытаскивать наше значение количество да то есть вообще в данном случае так как мы будем вычитать его она у нас постоянно будет меняться и в текст мы здесь берем ноду left chop она у нас как раз таки будет брать первую букву потом при повторе вторую третью и так далее здесь мы конвертим из стринг в текст ну и далее давайте здесь будем воспроизводить звук звуки я уже здесь подготовил вот небольшое количество пусть это у нас будет play sound так play sound 2d здесь мы подадим звук который будет воспроизводиться в данном случае это у нас вот этот я подготовил здесь просто перебор рандомные значения да то есть наши звуки и тут будет рандомный какой-то производится открываем вставим его копируем play sound давайте вот его сюда еще поставим и на окончание звук у нас будет немножко другой это вот этот теперь нам по сути нужен остановить таймер который мы таймер function до запускали давайте его сюда перетащим пауз пауз таймер by handle пауз таймер by handle и все по сути можем немножко приукрасить наши действия то есть давайте сделаем на оверуэй какую-нибудь анимацию пусть будет аниме пусть будет аниме добавим сюда оверуэй теперь трек добавим трансформ и давайте передвижение сделаем начальное значение у нас будет где-то вот здесь представим до минус 1350 запоминаем и на какой-нибудь второй секунде мы делаем значение 0 ну то есть выставляем в эту точку здесь мы можем еще что-нибудь продолжить также допустим нолик но чтобы он у нас вот так вот отрабатывал делаем компайл и далее давайте зайдем снова нашу функцию и поставим нашу анимацию открываем анимэйшн аним и берем вы анимэйшн воспроизводим ее в прямом значении так что нам еще необходимо нам еще необходимо запустить как ты это все запустить здесь вроде у нас все настроено единственное что мы должны запускать давайте создадим здесь какой-нибудь blueprint actor пусть будет это у нас пусть будет триггер какой-нибудь его выставим здесь по сути вы можете запускать этот виджет при запуске уровня и так далее я запущу это через триггер добавим сюда бокс коллижем чтобы у нас воспроизвел при пересечении нами ну вот так вот выставим нормально сделаем этот компонент begin overlap и давайте сюда создадим create виджет то есть мы создаем виджет виджет наш виджет это у нас текст описания далее давайте в нашем виджете создадим здесь custom event custom event можем напрямую на функцию но лучше чтобы было понятнее создаем custom event это у нас давайте текст описания будет вытаскиваем нашу функцию go text подаем ее сюда здесь мы набиваем наш текст который нам необходимо чтобы написалось давайте напишем что-нибудь пусть это будет где-то пустыне недалеко от я не знаю города так вызываем наш таймер чтобы допустим каждая буковка появлялась в определенном значении в данном случае я выставлю где-нибудь 0.15 текст у нас небольшой можно и такую примерную скорость выставить ну и при этом чтобы у нас воспроизводились те звуки которые мы здесь уже поставили то есть там они короткие но как раз таки 0.15 я думаю они должны воспроизвестись без каких-либо ошибок давайте теперь вызываем наш custom event который мы назвали так так текст описание и открываем наш виджет это в порт ну и не забудем наверное вот сюда нужно на наш custom event создать таймер чтобы он у нас удалился через определенное время когда перестанет показываться то есть текст у нас будет полностью готов давайте set timer by event далее создаем все такое event пусть это будет стоп наименование time выставим я не знаю пусть будет в районе 9 секунд но здесь уже как более конкретно надо подбирать под длину ваших текстов и так далее вы можете создать здесь какую-то переменную чтобы ее тоже заменять looping и на custom event мы пропишем наш нашу переменную timer function если она будет из timer activate by handle то есть она будет активирована мы ничего не будем делать если она на false то мы естественно сделаем удаление нашего виджета remove from parent ну на данном случае достаточно давайте все проверим полностью как это будет работать так триггер у нас записан compile и давайте запустим так давайте на триггере мы включим чтобы бокс коллизии было видно чтобы я ее пересек вот она наша коллизия естественно когда мы ее пересечем у нас набивается текст каждый 015 и да я не в ту сторону сделал анимацию сейчас на мы ее просто поменяем за место forward мы реверс уберем давайте проверим еще разок текст у нас уехал и по сути через какое-то время при подобранном правильном таймере виджет закрывается если я сейчас еще раз пересеку данный триггер то у нас заново начнет работать и как обычно все так же улетает думаю это было полезно а на этом все до скорой встречи всем пока а а а а Продолжение следует...